Социальная ответственность бизнеса – тренд, которому сейчас стремятся в Краснодарском крае. Причем не только власти, но и сами предприниматели. Пример того – подписанные соглашения главой региона Вениамином Кондратьевым и владельцем торговой сети «Магнит» Сергеем Галицким. В рамках проекта в гипермаркетах крупнейшего в России ритейлера откроют многофункциональные центры. Вроде бы неожиданное решение, но где торговля продуктами и где оказание госуслуг населению? Но расчет весьма тонкий. На самом деле магазины у дома любимы отчасти нашими жителями, они привычны. Наличие там еще и многофункционального центра делает максимально комфортное пребывание и взаимодействие с властью в части предоставления уступов всех жителей, которые вокруг этого магазина у дома живут. Сегодня жизнь диктует новый уровень коммуникации, новый уровень взаимоотношений между жителями края и самой властью, и муниципальным образованием. Наметили достаточно большое количество объектов, где мы это уже будем размещать. Еще до подписания мы прорабатывали совместно эти вопросы, и я думаю, что это точно получится. Я уверен, что для нас это даже почетно, что мы чем-то можем помочь краю правильную инфраструктуру выстраивать дальше. И поэтому я думаю, что я сам лично буду под контролем держать этот процесс, чтобы он шел без сбоев. Конечно, на инвестиционном форуме в Сочи не обошлось и без подписаний в традиционные для Кубани отрасли сельского хозяйства. Потенциал в агропромышленном комплексе и финансовый климат всего региона высоко оценил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Мы точно в регион будем еще и еще вкладывать. Больше того, учитывая, что мы все-таки специализируемся в регионе на развитии аграрного сектора, мы хотели бы использовать и те институты научно-исследовательские, которые есть, потому что без развития действительно новых технологий двигаться дальше тяжело. Особенно, если случится снятие санкций, то будет выигрывать только тот, кто имеет наиболее низкую себестоимость и наиболее передовые технологии. АФК «Система» очень важный и необходимый партнер, потому что АФК «Система» заботится не только о собственной прибыли, она заботится о плодородии почв, о земельных ресурсах, которые сегодня находятся у вас и в аренде, и в собственности. Вы заботитесь о чистом воздухе, о воде. Это очень важно, потому что сегодня моя политика в целом в крае максимально поддерживает тех сельхозтоваропроизводителей, которые в первую очередь понимают, что вот эта вот земля, которая сегодня дает большие урожаи, должна давать урожаи и последующим поколениям. Сейчас компания занимается созданием логистического транспортного центра в Сочи. В планах вкладываться не только в сельское хозяйство, но и в другие отрасли. Тем более на Кубани есть что предложить. В регионе взяли курс на зеленую экономику, концептуально новую стратегию развития, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. На форуме в Сочи 15 таких проектов. Их показали председателю правительства Дмитрию Медведеву. Это и развитие альтернативной энергетики, мусоропереработка и даже производство электромобилей и строительство заправок для них. Подзарядка, обещают авторы идеи, много времени не займет. Стоимость проекта почти полтора миллиарда рублей. Разработчики посчитали, окупится он в течение пяти лет и возможно именно Краснодарский край станет площадкой для внедрения технологии будущего. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи.